Всем привет, ребят! Сегодня я хочу по расхождению немножко записать и рассказать по подготовке судна перед выходом из порта. Давно просили. Сейчас мы видим, да, невооруженным глазом, что судно Helge, она отворачивает влево, активно. У нас с ним сейчас CPA, 8 кабельтовых. Будем расходиться правыми бортами. То есть вот человек понимает, что у него слева тоже судно, да, вот если я буду маневрировать вправо, соответственно, тому придется уходить, брать немного влево, да, то есть как бы не очень удобно. Понимающие штурмана без всяких проблем уходят от правил, да, и изменяют курс в левую сторону. Будем спокойно расходиться на радаре. У меня сейчас в TrueMotion стоит. Уже привыкли на TrueMotion, но я все равно, когда будут какие-то проблемы, буду переключаться на ревейте, как мне удобно. Ну и пока ходим, в принципе, нормально. Нет такого трафика тяжелого. Вот, по поводу подготовки судна перед выходом из порта, что вообще нужно делать? Значит, надо определить сначала, когда у нас заканчивается погрузка. Если остается там час, соответственно, сообщаем капитану. Капитан говорит, сообщи машину, чтобы готовили на то-то время. Лотфман будет во столько-то. Вот, соответственно, машина готовится. Палуби также говорит, что на швартовых местах стоять в то же время, да. Вот, если нужно трап убирать генгуэй, можем убрать, если позволяют условия зайти лотфману без трапа. Вот, бывают такие причалы. Бывают они, в принципе, не приспособлены для генгуэя. Соответственно, у нас обычный лотфманский трап лисит, чтобы принять лотфмана. Ну и, соответственно, его надо будет встретить, когда он придет. Соответственно, матрос или стурман должен задать. Ну, а до лотфмана, соответственно, нужно подготовить, помимо того, что машина, да. Ждем, пока передадут управление. Здесь есть у нас специальная кнопка, которая передает управление на мост. Точнее, кнопка, по которой ты принимаешь управление. Начинает здесь моргать. Бридж. Нажимаешь Accept Bridge. Все, и управление уже на мосту, и можно спокойно, значит, тестировать сразу же печь, да. Он у нас на нуле стоит, соответственно, вперед, назад, чтобы проверить, как он работает. Вот, также нужно включить насосную рулевку, да, чтобы два было. Вспомогательный двигатель, два. Вот. Также патрульничье устройство должно быть готово. Также проверяется. Также в ручном управлении. Первая руля права на борт, лево на борт. Смотрим отклонения, чтобы не было никаких проблем. Ну, и когда самое главное, да, механизмы для управления все у нас проверены, все работает, соответственно. Ну, и между делом, значит, включаем радары. Настраиваем нужную шкалу. Электронные карты. Ну, уже заранее, как правило, второй помощник готовит уже тот же самый Passage-план. Вот, уже все загружено. Соответственно, авиачевки включены. Вот, на нужной связи там порт-контроль. Один канал, другой шестнадцатый. Потому что, да, выхода нужно будет вызывать. Соответственно, вот, по основам всегда, да, включается также халот. Вот. Ну, не всегда. Ну, по необходимости. И при желании капитана, ну, или по просьбе лосмана. Если глубины слишком такие маленькие по выходу, соответственно, лучше, чтобы халот работал. Ну, по ГМССБ, маршат у нас, в принципе, всегда работает. Мы его не включаем. По ВКВ станция, да, тоже ее можно включить. Можно, нужно. Ну, мы, допустим, иногда ее вообще не включаем. Потому что там надоедает постоянно приходит. Хотя она, по идее, должна работать постоянно. Также не забывать, да, обнулять у нас дистанция. Вот, основная, которая идет от причала. Мы ее не обнуляем от причала и до следующего причала. И каждые четыре часа вот у нас идет отчет. Соответственно, по ОДЖПС мы снимаем. Ну, тоже не забывать, потому что бывает, блин, там пошли сколько-то. Блин, а что забыли? Ну, и сколько мы прошли? И вот начинаешь там по карте высчитывать, сколько мы там проехали. Ну, как бы лишняя суматоха, лучше все заранее подготовить, чтобы проблем не было. Также, понятно, освещение, ходовые огни включаются. Соответственно, по идее, лосманский флаг поднимается. Но, я говорю, уже давным-давно многие вещи не выполняются, да. Вот. Но по правилам, некоторые капитаны обязательно должен быть лосманский флаг. Лосмана принялись, а уже матрос бежит, поднимает. Вот. Задали лосмана, соответственно, понятное дело, что убирается. Ну, и все, в принципе, лосмана пришел. Соответственно, все стоят на стендбай, значит, да. Трап убрали, ничего не мешает. Пришли, значит, муринмены, отшвартовщики, так называемые. Соответственно, все. Я докладываю, что на корме я готов. Ну, допустим, я на швартовке на корме нахожусь. На баке тоже ЭБИ подтверждает. Вот. Все. Отдаем, как правило, все на корме. Потом, соответственно, сразу же дают носовые продольные. Остается шпринг. И, как правило, отходим мы на носовом шпринге. Редко бывает, что на кормовом. Бывают такие позиции, где приходится на кормовом шпринге отходить. Но чаще всего только носовой. Вот, в принципе, это как бы основная, да. В конце отдали и уже поехали. Ну, до того, опять же, у нас, да, либо в процессе, либо до отхода уже все, соответственно, трюм закреплен. Экскаватор у нас, цепи натянуты, зафиксировано. Также гентрик. В общем, все по-походному. Также мы закончили на корме. Я доложил, что на корме все по-походному. Все хорошо. Ну, и пошел переодеваться. И потом уже, если моя вахта, поднимаюсь на мост. Вот. Ну, вроде я ничего не забыл. Как-то так. Примерно последовательность действий, да. Главное, приучайте в себя самостоятельности. И не забывайте сами, да. Бывает, капитаны тоже готовят мостик там что-то, да. Ну, лучше перепроверяйте все, чтобы потом вопросов вам не было. Вот. Будете самостоятельными. Будут вас больше уважать, как работника. Вот. И, соответственно, будете расти быстрее. Все. Всем спасибо. Всем пока.